Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу прямого эфира. Наталья Томшевиц, Айрглова у нас сегодня в студии. Добрый день. Доброе утро. Или доброе утро, да. Ну, действительно, несмотря на пандемию, всё-таки идёт подготовка, я знаю, к Рижскому баллу. И это такая вот лучик света, поскольку мы знаем, что давно нет никаких культурных мероприятий. Вот люди творческие что только не придумывают, чтобы как-то порадовать и себя, и, естественно, зрителей. Помните, там в машинах люди сидят, слушают какие-то концерты, пытаются на природе, где можно социальную дистанцию соблюсти. Ну, вот всё-таки Рижский балл. Мы очень надеемся, что к этому моменту уже всё-таки этот вирус уйдёт, и не будет второй волны. Может быть, несколько слов о том, как идёт подготовка к Рижскому баллу, патронессе которого вы являетесь. Спасибо, что вы ждёте. Мы тоже ждём с нетерпением. Мы очень надеемся, что 10 октября состоится Рижский балл, пятый Рижский балл. У нас в этом году пятилетний юбилей балла. И мы действительно надеемся, что не будет никаких вторых волны или каких-то ограничений, действительно, которые помешают нам. Пять лет, как быстро бежит время. Пять лет быстро пролетело. Действительно, маленький юбилей у нас. И очень значимо для нас именно в этом году провести всё-таки баллы. И спасибо всем людям, кто поддерживает. И морально, и физически. Да, ты можешь добавить ещё и благотворительных акций. Конечно, да. Много благих целей. Помимо того, что, конечно, нужно уже развлечь немножко людей и как-то внести им нотку такой вот радости, надежды, можно так, наверное, сказать. И в том числе, конечно, благотворительные цели мы поддерживаем молодых музыкантов всегда на Рижском бале. Поэтому вот очень хочется тоже, чтобы они тоже развивались, несмотря на все преграды возможные, которые сейчас подготовила нам Вселенная. Но все вместе, я думаю, что позитивный настрой и вера в будущее, в лучшее будущее, она поможет нам преодолеть любые невзгоды. Да, вот, может быть, несколько слов о подготовке к Рижскому балу. Ну, да, уже полным ходом идёт подготовка программы. Как всегда, лучшие музыканты Латвии, лучшие оперные певцы, балетные танцовщики, танцовщики бальных танцев. Конечно же, лучшие классические музыканты, джазовые музыканты, лучшие дирижёры, хореографы. Огромная команда действительно людей, кто принимает участие в бале. Не говоря уже о нашей большой команде, которая уже готовится месяц к этому всему. И, да, в общей сложности где-то людей, которые именно подготавливают бал, не говоря уже вообще о наших любимых партнёрах, которые спасибо всем огромное, кто в этот год всё-таки с нами. И несмотря ни на что, да, у всех сложная ситуация, все это понимают, но несмотря ни на что, вы с нами идёте и нас поддерживаете, а мы вас поддерживаем. Но только вместе, я думаю, мы можем преодолеть эти кризисы. И просто стать сильнее, наверное, даже после этого всего. Поэтому, да, огромное количество принимает участие в бале, в подготовке и в самом бале. Поэтому все уже готовятся, готовят программу. В этом году она будет, конечно же, это будет такая лучшая, наверное, за все пять лет, то, что было. И, конечно же, какие-то новые артисты и ещё не прозвучавшие какие-то произведения. Ага. Да. Ну, может быть, ещё чуть-чуть о культурном программе, я чуточку попозже. Я помню, что некоторое время тому назад даже вы обращались с просьбой включить этот Рижский бал в такое культурное наследие ЮНЕСКО. Почему? То есть вы какую-то раскопали интересную историю, и вот, может быть, несколько слов. Знаете, классические венские балы, они включены в культурное нематериальное наследие ЮНЕСКО. Вот. И, конечно же, Рижский бал, он тоже претендует на эту честь. То есть это не обязательно, что бал должен быть в Вене, к примеру? Нет, конечно. У нас формат классического венского бала. Только проходит он в Риге. Такие балы проходят во всех самых крупных городах мира. И мы очень рады, что он проходит также в столице Латвии, Риге. В принципе, я думаю, что это крупнейший бал в Балтии. К нам приезжает очень много гостей тоже из Прибалтики, из Балтии. И в этом году тоже очень ждем. Все, кто может к нам приехать, пожалуйста, приезжайте. Кому разрешен въезд в Латвию. Мы всех очень ждем. Можете резервировать билеты. Они еще остались. Вот. И да, и мы надеемся, что все-таки нас включат в этот почетный список нематериального культурного наследия Латвии и мира впоследствии. Есть все шансы попасть. И там, конечно, очень серьезный отбор. Комиссия – это очень сложный этап, наверное, развития нашего. Но мы очень надеемся и верим, что это получится. Да, вот в нашем предыдущем эфире, по-моему, это еще было в июне, до Лигу, если мне память не изменяет. Вот вы чуть-чуть сделали даже экскурс в историю рижских балов. Но вот если мы говорим вообще о классическом венском бале, то должны быть, наверное, какие-то четкие каноны, которых вы придерживаетесь. Да, вот, может быть, несколько слов напомните тем, кто, может быть, не в курсе или не слушал у нас предыдущий эфир. Конечно, есть определенные каноны. Любое мероприятие не может называться балом, особенно классическим балом. То есть не обязательно одеть, не знаю, там, смокинг и сказать, о, теперь бал, да? Да, но многие думают, что, наверное, так можно. Если хочется очень, конечно же, так и называйте. Да, это нельзя никому запретить сделать. Но, в принципе, определенные должны быть каноны, правила, скажем так, по которым мероприятие может называться балом. Это такие, например, каноны, как… Обязательно, конечно, вы уже упомянули дресс-код, да, это black или white tie. Обязательное наличие двух оркестров, симфонического оркестра и джазового оркестра на протяжении всего вечера, да, они сменяют друг друга. Также, конечно же, обязательное условие – это дебютанты бала. Это юноши и девушки в возрасте от 17 до 25 лет у нас, которых мы… у нас, кстати, уже проходит отбор. Вот, юноши и девушки, кто нас слышит, у вас еще есть возможность поучаствовать в отборе на 5-й Рижский бал и стать почетными дебютантами юбилейного бала. Вот, проходит отбор. Пишите нам на e-mail, info.rigasball.lv, вот, или в Инстаграме, в Фейсбуке мы принимаем заявки. Очень почетное, очень значимое событие для любого молодого человека. Имеют ли, вот, многие спрашивают, тех, кто хочет поучаствовать, не знаю, рост имеет ли значение, ну, может быть, чуть-чуть, вот несколько слов. Какие критерии? Да, это, как вот раньше, были самые достойные, так скажем, представители молодежи, да, обязательно, конечно же, хорошие оценки в университете или старшие классы в школе, да, это 12-й класс. Это имеет значение, да. Да, это имеет, конечно, значение, там, знание языков. И мы, конечно, тоже оцениваем какие-то начальные умения в танцах, да, должны быть, то есть это может быть или спортивные танцы, или национальные танцы, да, ну, в принципе, какая-то база, да, должна быть, потому что мы за месяц не сможем, да, подготовить с нуля молодых людей вот к серьёзным танцам. Там у них, получается, два танца. Это венский вальс, открытие и полонез. Вот, поэтому очень красивые, торжественные такие танцы. Они открывают официальную часть бала, их все приветствуют. И в конце мы выбираем симпатию бала, то есть пару дебютантов, которые получают приз, участие в следующем бале уже как почётных гостей. Вот, у них идёт целое онлайн-голосование, то есть всё очень серьёзно, да, они соревнуются за право быть лучшей парой дебютантов в бала. Как обычно бывает, ну, вот, исходя из вашего опыта, всё-таки 4 балла уже за плечами, родители вот этих дебютантов тоже обычно участвуют, приходят? Некоторые, конечно, приходят, это большое событие тоже в жизни любого, наверное, ребёнка для родителей. Да, ну, или потом, у нас есть видео красивое, да, где можно посмотреть фотографии. Если вот отобрали, как долго происходит, ну, такая подготовка, потому что всё-таки нужно разучить эти танцы, не знаю, манеры, как правильно заходить, но это целая, в принципе, процедура. Да, этикет. За один раз это не сделаешь. Этикет обязательно, мы обучаем дебютантов этикету, поведение на бале, на балу. Тут многие всегда друг друга исправляют сейчас, кто-то говорит на балу, кто-то говорит на бале, старая версия, новая версия, вот, поэтому на бале, на балу, это очень важно, да, как ты себя, как ты даёшь руку даме, да, для приглашения на танец, какой поклон, какой делает поклон девушка, да, как, вообще очень много разных нюансов есть. Мы сотрудничаем вот тоже с ведущими преподавателями, специалистами по этикету, да, Латвии. И это очень важно, и даже мы проводим такие мастер-классы именно тоже для гостей. Бала, кто хочет подготовиться к балу, предположим, несколько уроков, у нас существует Академия Рижского бала тоже, да, и можно подготовиться к балу, то есть это несколько занятий бальными танцами, какие-то основные венский вальс, возможно, да, которые, вальсов у нас много, и медленные вальсы, и венские вальсы, да. Это очень правильно, потому что, ну, приходит же пара, как мы понимаем, в разных возрастов, кто-то когда-то, может быть, в детстве даже занимался бальными, кто-то нет, кто-то подзабыл, потому что это такая ситуация, когда, ну, часто люди не танцуют, по понятной причине, да, и, наверное, это очень важно, освежить чуть-чуть такие навыки. Освежить, да, даже если ты умеешь, умела, или, допустим, бывает очень часто, что дама хорошо танцует, а её кавалер, её спутник на балу, он, ну, подзабыл или стесняется, да, и вот, когда они немножко подготовятся к балу, совсем уже по-другому, да, всё это уже легче проходит, они уже понимают, что им надо делать, когда звучат уже первые аккорды венского бала, представьте, это огромный симфонический оркестр, 46 человек под, так скажем, предводительством ведущего, я считаю, ведущего, дирижера Латвии Атварса Лакстейгалы, вот, ну, это, конечно, потрясающе, и, ну, нельзя не выйти на, в этот, в зал, на танцпол Дома Черноголовых, на, в центр залы, и станцевать вот этот венский вальс, прокружиться, это, мне кажется, такое волшебство, магия, которое запоминается людям на долгие годы, ну, вот точно на весь год, если они приходят каждый год на балы, это такое событие, мне кажется, которое нельзя пропустить. Да, вот, все-таки интересно, я, наверное, радиослушатели не поймут, если я не спрошу, такой вот личностный аспект, как вы сами, да, вот, когда вы готовились к балу, вообще, когда начинали, вы же понимаете, что с организатора спрос особый на него, на организатора всегда смотрят, да, вот, как сами, вот, вы тоже какие-то, не знаю, подготовку вели, вот, не знаю, там, этикет, там, какие-то танцы, или вы все это уже умели? Знаете, ну, к первому балу, наверное, была особая подготовка, да, действительно, надо было многое самой для себя подчеркнуть, узнать, да, вновь познакомиться или освежить в памяти, а потом уже, как говорится, это как мантра, да, уже, которую ты уже заучил, и, потому что очень часто многие задают мне лично тоже много вопросов, да, относительно дресс-кода, этикета, танцев на балу, да, и, конечно же, мне самой приходилось, приходится часто отвечать на разные вопросы, поэтому я должна быть хорошо подкована в этой сфере, и, ну, и вообще мне самой очень интересно, да, то есть, прежде чем делать первый бал, мы провели большую исследовательскую работу, также в истории Латвии, то есть, какие были, то есть, в Латвии у нас были балы, я, наверное, напомню тем, кто не знает, не слышал, я уже часто рассказываю про то, что в Латвии проводились балы, это были прессис-балы, они проводились в первую атмуаду, да, 17 лет подряд происходили до Второй мировой войны, и были танцевальные салоны, прекрасные преподаватели в Латвии, в старом городе, как раз недалеко от дома черноголовых, и люди съезжались со всей Европы, действительно, в Ригу к балетмейстерам, к профессиональным танцовщикам, чтобы действительно научиться, у них были закрыты какие-то вечера танцевальные, да, и также, как вы видите, у нас вот залы, как Дом черноголовых, Малая гильдия, Большая гильдия, там везде паркет, говорит о том, что там проводились танцевальные рауты, проводились балы и такого типа рода мероприятия. Да, вообще, конечно, место самого, ну, Дом черноголовых, все дышит историей. Что касается, вот, действительно, концертной программы, вот, как, это тоже нужно подбирать четко по каким-то канонам и принципам, да? Конечно, ну, мы, во-первых, принцип такой, да, что все-таки это рижский бал. Мне очень хочется, чтобы все, как местные гости, так и гости, которые приезжают из-за рубежа, они понимали, да, что они приходят именно на рижский бал, на латвийский бал, чтобы, действительно, они познакомились с лучшими музыкантами, лучшими артистами именно Латвии. Это очень важное замечание, потому что можно венские балы проводить, не знаю, в любой городе или в любой стране, но это не должно быть просто вот калька и все. Все-таки мы понимаем, что приезжает, ну, на бал так хочется не только из Латвии, да, и чтобы, действительно, они поняли, где они находятся. Нам очень важно тоже обязательно, мы сотрудничаем тоже с Лив-Ригой плотно, очень важно, чтобы приезжали туристы к нам, именно такого, да, так скажем, культурные туристы, да, именно которые приезжают не просто погулять там на мальчишник, да, там, или еще как-то, да, а действительно они приезжали за культурой, да, насладиться именно культурой Латвии, посмотреть старый город, да, мы делаем также программу определенную. И все не ограничивается только самим балом. Только самим балом все не ограничивается, мы делаем целую программу для гостей столицы, вот, которая действительно такая культурная программа, где они могут действительно насладиться культурой как города, да, да, так и побывать на таком светском городском мероприятии культурном, поэтому, да, для нас очень важно действительно показать культуру Латвии, гостеприимство Латвии, познакомить именно с едой, да, с кухней Латвии, потому что, несмотря на то, что, да, там у нас 36-я линия, Лаурис Алексеев накрывает, да, кухню. Это уже знак качества, да. Да, знак качества обязательно. То есть все равно это хоть и высокая кухня, но это обязательно все местные продукты, допустим, вот у нас балы обычно были в сентябре, теперь будет в октябре, да, в этом году, но он обязательно подбирает местные овощи, какие-то местные продукты действительно национального, да, характера, которые действительно отражают кухню Латвии, да, то есть очень важно для нас, да, чтобы человек прочувствовал полностью, да, где он находится, чем дышит эта страна, чем дышит этот город, чем пропитана история Риги, Латвии. Да, как бы это вот такой критерий, да, наверное, выбора, как вы говорите, вот артистов также, еды, там, напитков, да, там. Что-то должно быть такой национальный калорийц какой-то должен быть. Обязательно. У нас, как во всех балах, тоже вот мы, наверное, почерпали эту традицию классического венского оперного бала, там они даже заявляют всегда тоже, что принимают участие в бале, там, предположим, у них там 20 тысяч цветов, да, у нас это обычно, у нас Дом черноголовых не такой большой, как венская опера, у нас принимают участие в бале 5000 цветов обычно, да, тоже с нашими партнерами. Кингс Флауэрс, мы сотрудничаем каждый год, огромное спасибо, и это лучшего качества цветы и розы, и мы делаем, представьте, флаг Латвии из роз, вот при входе, да, в Дом черноголовых, флаг Латвии из роз. Очень красиво, конечно, это такое, такие какие-то запоминающиеся атрибуты, да, фишки, то есть действительно гордишься своей страной, гордишься городом, что ты можешь так представить красивую культуру, да. Я понимаю, что все-таки приходит на венский бау, участвуют и представители власти, наверное, это важно, не только им показаться, да, но и все-таки какую-то поддержку оказать, этому культурно-благотворительному мероприятию. Я помню, что, по-моему, в прошлом году мэр Риги был на тот момент Олег Буров, да, у вас тоже на бау? Обязательно, да, это такое условие тоже, вала обязательно, вот на венском оперном президент открывает бал. А у нас традиция, что изначально у нас открывал бал Андреса Америкс, он был вице-мэр два года, да, три года, вот. И в прошлом году посчастливилось, что тоже сам мэр Олег Буров открывал бал, тоже большая для нас была честь. Это очень важно, знаете, что вот мэр или вице-мэр города, они открывают официально, перевязывают ленточку каждый год. Это тоже одна из визитных карточек Риги, пока мы надеемся, что так будет, да. Конечно, это очень важно тоже, да, поэтому мы очень надеемся, что будут успешные выборы 29 августа, и уже можно будет тоже как-то планировать открытие уже официальной перерезания ленточки. Конечно, очень надеемся, что, я лично очень надеюсь, что Олег Буров будет вновь мэром нашего города. Да, ну, это мы увидим, я думаю, что… Я буду голосовать за Олега Бурова, всем советую тоже. Наталья Тумшевиц-Аргова у нас сегодня в студии, патронесса Рижского балла, прервемся буквально пару минут, не переключайтесь. Доброе утро, еще раз Наталья Тумшевиц-Аргова у нас в студии, патронесса Рижского балла, и не только, но об этом, может быть, чуточку позже. Вот, может быть, продолжая или завершая разговор о Рижском балле, я так понял, от перерыва вы тоже сказали, что уже можно резервировать билеты или приглашения, потому что, ну, я знаю, что есть люди, которые с нетерпением ждут, все-таки это событие раз в год, и они с нетерпением ждут, готовятся, подбирают одежды. Да, резервируйте, дорогие друзья, гости, те, кто еще не решил, резервируйте обязательно билеты, потому что действительно спрос большой, мероприятий такого уровня, наверное, мало сейчас вообще, и с Европы едут, ну, с ближайшей, так скажем, Европы, с Эстонии, с Литвы. Ну, стоит заметить, наверное, что, конечно, все нормы будут соблюдены, о безопасности, да. Слава Богу, дресс-код баллов, он подразумевает наличие перчаток, как у дам, это в основном дамы, конечно же, обязательно, но и у молодых людей, мужчин. Жалко, чтобы маски не были подозрены. Да, это главное, да, но так что обязательно будет наличие перчаток, конечно же. У дам, я напомню, чем короче рукав платья, тем длиннее перчатка, да. Это очень важно, да, мы запоминаем лайфхак такой, да, что обязательно, да, чем длиннее рукав, тем короче перчатка. А для мужчин, для кавалеров мы позаботимся, мы захажем специальные перчатки белые такие, да, которые будем выдавать при входе. Да, все будет, знаете, как в 18 веке, тоже в 19, обязательно у всех мужчин были перчатки белые. Помните, они кидали еще на дуэли, вызывали друг друга. Я надеюсь, не дойдет до этого на Рижском вале. Я тоже так надеюсь. Если бы вы были, и когда, если такой экскурс в историю сделать, когда и были разные другие пандемии, эпидемии просто. Мы об этом только знаем из книг, разумеется. Конечно, слава богу, это не такая серьезная эпидемия, как в те времена. Благо, что мы можем это как-то контролировать, будем ответственными, конечно же. Мы, конечно же, все нормы, вы знаете сейчас, да, тысяча квадратных метров, не больше 500 человек должно быть, да. Так как в Доме Черноголова гораздо больше квадратных метров, да, то есть там как-то 4 квадратных метра на человека должно быть, да. То есть у нас все нормы будут соблюдены обязательно, и, конечно же, для нас, безопасных наших гостей, это превыше всего. Так что мы будем принимать все меры, чтобы обезопасить гостей Рижского балла. Да. Вот не могу не спросить еще одну вашим, ну, это даже тяжело называть хобби, или это уж практически профессиональное, вот такой пляжный теннис. Что сейчас происходит? Потому что мы знаем, что некоторые виды спорта после длительного затишья началось какое-то движение, какие-то тренировочные матчи, ну, что-то происходит в спортивной жизни. Что вот в пляжном теннисе все-таки лето? Да, вы знаете, благо, что лето радует, конечно же, дождь иногда, да, в столице Латвии у нас проходит. Даже и не очень часто. Ну, благо, конечно, солнце выглядывает, и погода некоторые дни даже жаркая, и поэтому вот открылось достаточно много кортов в Юрмале, на море, также в Марупе есть корты, в Яунмарупе есть корты, и много тренеров тоже сейчас профессиональных, так что на выходных или в будние дни по вечерам можно приехать на пляж и действительно начать играть, да, как между собой, так и с тренером, так говорится, да, то есть здорово можно провести время на свежем воздухе особенно, чтобы укрепить свое здоровье перед осенью, перед зимой. Так что да, а в пляжном профессиональном туре сейчас пока не проходят турниры, конечно, это очень опасно, потому что мы находимся под федерацией ITF, это International Tennis Federation, да, это общий, там теннис, пляжный теннис, бадминтон, на колясках, да, вот этот wheelchair, да, тоже турниры, senior турниры, там взрослые, да, уже, там 50 плюс и так далее, да, то есть это все под одной гидой федерации, вот International Tennis Federation. И сейчас не проходят пока турниры у нас, вот, потому что в большом теннисе Новак Джокович сделал турнир, он сказал, что я сделаю, соберу лучших теннисистов мира, и все у нас будет хорошо. К сожалению, сам заболел с женой, и да, и, конечно, это повлияло, потому что хотели уже открывать этот тур, и пляжного тенниса тоже мы уже ждали, потому что должно было проходить также чемпионат мира, куда мы должны были вот с моей партнершей Гретой от Латвии поехать и принимать честь в чемпионате мира по пляжному теннису. Но, к сожалению, откладывается. Не знаем, на какой неопределенный срок пока, пока что даты не опубликовали, да, но надеемся, что еще, ну, главное, знаете, здоровье, главное, чтобы действительно все успокоилось, сейчас сфорсировать события, я думаю, не стоит. Нет, никуда спорт не денется, это правда. Да, то, что тренироваться можно, слава Богу, мы это и делаем, да, проводятся какие-то местные турниры. Кстати, скоро будет, кому интересно, скоро будет чемпионат Латвии по пляжному теннису, он пройдет 21-22 августа, а на кортах на 17-й линии, это Лелупе. Да. Корты прямо на пляже, приходите, всем, кому интересно, потому что я часто тоже в интервью говорю про это, и кто-то уже знает, и, ну, все никак не может попробовать, так что всех ждем. А вот интересно, вот обычные, ну, теннисисты или теннисисты, которые играют, ну, на обычных кортах, они могут поучаствовать пляжем, или это запрещенный прием? Ну, в пляжном теннисе поучаствовать? Конечно, может любой поучаствовать, у кого есть ракетка, и кто заявится на турнир, конечно же, там должен быть определенный рейтинг, чтобы ты участвовал в чемпионате Латвии, предположим, да, ты так не можешь просто прийти, тут должен быть определенный рейтинг, кто-то должен играть уже… Профессионально практически, да? Ну, в турнирах ты должен участвовать перед этим, да, а так есть очень много сейчас туров для непрофессионалов, вот в Латвии, каждые выходные и в Майере проходят, и на 17 или не в Лелупа проходят турниры, в принципе, каждую субботу-воскресенье проводятся вот турниры разных уровней, да, собирают все больше и больше количество энтузиастов и людей, которые загорают с этим видом спорта, потому что действительно интересно и дети, и легко начать в него играть, да. Так что, да, всем добро пожаловать, мы ждем всех. Спасибо. Ну, я думаю, что широкая латвийская публика, не ошибусь, я думаю, наши радиослушатели есть, скажу, что все-таки вы для них, ну, стали сначала узнаваемы через песню, через музыку. Да, конечно. Что здесь происходит, вот, может быть, об этом этапе творчества? С одной стороны, вроде, этот режим такой самоизоляции, и поехать-то никуда нельзя, вроде бы, должно способствовать творчеству, может, там, не знаю, в студии записывать что-то и так далее. Знаете, изначально, когда вот все произошло, да, и понятно, что для всех творческих людей, наверное, был такой шок, да, для музыкантов, для артистов, для певцов, для музыкантов, да, то есть, действительно, нету мероприятий, да, ты не можешь как-то, только вот онлайн какие-то сессии, да, можно проводить, и, ну, это все равно не то, да, ведь самое важное, ну, для меня лично, это прямой контакт со зрителем, с гостями, да, когда ты видишь, что это вот энергия, обмен энергии происходит, да, я отдаю энергию зрителям и гостям, и гости отдают энергию мне, и такой прекрасный, получается, обмен энергиями, и тогда вот действительно ты понимаешь, да, для чего ты пришел, для чего ты поешь, для чего ты даришь людям позитивные эмоции, да, когда это все-таки онлайн, но сложно, да, сложно почувствовать это все, такой бездушный компьютер, бездушный телефон, да, это как-то сложно настроиться, настроиться, наверное, да, со своей публикой, со своей аудиторией, с людьми, которые за кадром смотрят на тебя, вот, а так, да, и потом вот как-то сейчас все прошло, и все-таки солнышко, наконец-то лето, нам повезло, что оно выглянуло, вот, и, конечно же, ну, во-первых, обычно всегда у меня, всегда новая программа на Рижском бале, я выступаю во второй части программы с джазовым оркестром, у нас всегда такая танцевальная программа, когда, знаете, первая часть – это симфонические оркестры, и все танцуют вальсы, все танцуют классические танцы, да, а во второй части программы – это уже ча-ча-ча, ромба, джаев, но это не запрещено, нет? Это во второй части программы, да, как раз когда… Это в канонах вот этого венского бала, да? Да-да-да, обязательно это, да-да-да, все это в канонах, и, конечно же, какую-то часть играют просто джазовые оркестры, вот там я уже подключаюсь, да, и мы вместе готовим программу такую танцевальную для людей, чтобы действительно тоже уже могли они потанцевать, так скажем, от души, и все эмоции уже выплеснуть на танцполе. Вот, поэтому, да, я готовлю сейчас джазовым оркестром программу для пятого рижского бала, который состоится, напомню, 10 октября 2020 года. Да, замечательно, вот что касается музыки и вообще вашего творчества, что в планах? Может быть, когда, не знаю, откроют этот мир, вы куда-то поедете, что вы вообще планируете, если сейчас вообще можно что-то планировать? Да, планировать сложно сейчас, конечно, я думаю, всем желаю, наверное, какого-то душевного спокойствия, что ли, как-то сохранять баланс, да, в это непростое время, потому что, да, как живем как на пороховой бочке, это понятно, что и бизнес, да, страдает, экономика страдает, и ты действительно не можешь спланировать, наверное, да, как обычно все же планируют, да, и бизнесмены нормальные, вообще любые люди, мне кажется, нормально планировать, там, на месяц вперед, на два месяца вперед, на полгода, годовой план какой-то, да, составлять. Сейчас это очень сложно делать, вот, поэтому я пытаюсь сейчас ставить для себя лично, для команды, для своей короткосрочные планы такие, да, допустим, сейчас вот мы готовим рижский балл, это для нас первая задача, да, а также вот идет подготовка к выборам в рижскую думу, для меня это тоже новый этап, наверное, такое как челлендж, да, по-русски, как это правильно сказать, нововведение, наверное. Вызов. Вызов, да, вот правильно, вызов. Хотя кто-то говорит, что и по-русски вызов это не очень звучит, ну, я не знаю, я-то... Ну, вызов самому себе, наверное, да, это какой-то такой новый этап, да, все-таки многие спрашивают, почему я решила, да, вот, ну, потому что, во-первых, понятно, что, да, и певица, и понятно, что у меня ивент-агентство и делаемое мероприятие, это все понятно, но, в принципе, образование получала в Нью-Йорке, да, и потом в Москве получала образование, бизнес-менеджмент и бизнес-маркетинг, да, то есть, в принципе, я понимаю, что такое управлять, да, какими-то, наверное, группами людей, да, предприятиями, да, и в городском управлении тоже важно, да, но для меня, наверное, я не собираюсь углубляться в управление городом, это еще рано, наверное, и не к месту, у нас достаточно людей, которые в политике и управляют городом уже очень давно, у кого огромный опыт, я думаю, что это прерогатив надо оставить для них, а я бы, наверное, хотела развивать культуру в Риге, да, какие-то социальные проекты меня очень интересуют, и, конечно же, спорт. Вот это очень важно, что вы сейчас сказали, ну, я имею в виду развивать культуру, потому что, когда с многими говоришь, ну, может быть, людьми молодого возраста, ну, не знаю, поколение 30-50, да, и они говорят, что да, вот, ну, в Риге, конечно, ну, я имею в виду, если не брать эту пандемию, в обычной жизни, ну, есть театры очень хорошо, есть какие-то гастроли, но, в принципе, вот этих культурных мероприятий, куда вот может так вот выйти, это такое светское мероприятие, недостаточно, недостаточно, поэтому, может быть, Рижская Баба очень хорошо вписался, да, вот, и расширил вот эту вот палитру предложений, так можно сказать, но я думаю, что, наверное, еще надо что-то такое придумывать, потому что особенно, наверное, это актуально осень-зимой, когда очень рано темнеет и мрачно все, вот что-то надо такое. Ну, мне очень хочется помогать молодым музыкантам, молодым певцам, потому что я сама прошла этот путь, я знаю, как сложно, чтобы тебя заметили, как сложно действительно вот этот вот первый шаг, как надо помочь, увидеть талант, да, и действительно ему подсказать, где ему лучше поучаствовать, да, в каком, может быть, конкурсе или помочь ее отправить его, да, как вот мы делаем благодаря Рижскому балу, благодаря Рождественскому, благотворительному вечеру, да, и другим нашим мероприятиям, мы собираем средства действительно для талантливых детей и музыкантов, для того, чтобы они продолжали образовываться, во-первых, на образование, да, музыкальное мы собираем деньги, собираем деньги на инструменты, да, которые, ну, многие семьи, ну, не могут себе позволить, особенно если это многодетные семьи, да, то есть это все очень дорого стоит и, конечно же, допустим, тоже участие в конкурсах международных, да, все большие денег стоит, и поэтому я считаю, что надо обязательно помогать, да, и моя задача, если все-таки получится, да, пройти, а нет, конечно, такой самоцели, знаете, я вот не преследую там, вот сейчас обязательно нужно на выборах пройти в Рижскую думу. Очень хорошо, что у вас нет такой цели, это то, что вы все-таки не заразились этой опасной политической болезнью, потому что вы даже не представляете, какой, ну, так вот я подбираю слова, ну, мандраж у тех политиков, которые, может быть, с одной стороны, они, у них большой опыт, а с другой стороны, вот, если люди в политике очень давно, но это, может быть, не к Рижской думе относится больше, к примеру, к парламенту, но вот если они там 10, 15, 20 лет, то они уже понятны, что свою жизнь вне стен вот этих политики, вообще вне рамок, просто себе не представляют, за эти годы уже понятно, что они уже в своей профессии ничего не делали, да, и вот даже им иногда, вот, не знаешь, как-то вот надо посочувствовать. Ну, власть это такая, знаете, власть и деньги, это такие инструменты очень опасные, как наркотик, конечно, да, но для меня, знаете, задача для меня главная действительно что-то изменить, попробовать, помочь, да, изменить даже, наверное, не очень правильная формулировка, да, потому что я тоже говорю всегда, что, ну, все люди, кто работает на благо страны, вообще, на благо города, да, все стараются, понятно, и делают всё, что могут, да, поэтому я, может быть, могу принести какие-то свои идеи новые, опыт свой, да, какие-то связи, контакты, да, и что-то попытаться тоже помочь сделать для города, да, это моя цель, да, как в спорте, в культуре, вот, в социальных каких-то проектах, да, если это получится сделать, поучаствовать в комитетах, в комитетах, да, городских, для меня будет важно, что, если мне будет возможность на более глобальном, так скажем, масштабном уровне… Ну, как-то влиять на эти процессы, да. То есть я уже этим занимаюсь, да, и так, со своей командой, с гостями нашими, с нашими партнёрами, мы уже этим занимаемся на протяжении, там, 10 лет, да. Теперь хочется как-то, если получится, наверное, попасть в Рижскую думу, хочется это более на масштабном уровне делать, да, и всё-таки я представляю, наверное, молодёжь здесь больше, да, потому что я больше общаюсь, конечно, с молодыми семьями, больше с молодыми людьми, ну, не только, но вот, да. Это очень важно, на самом деле, вот, кроме всякого пафоса, очень важно, чтобы вот Рига была таким комфортным местом, потому что для многих жителей других городов, вот Латвии или Волостей, для них Рига – это последняя, вот, действительно, точка перед отъездом за границу. Если здесь им удаётся устраивать как-то свою жизнь и почувствовать, что, действительно, этот город, ну, комфортный, есть работа, для детей есть детский сад, ну, и все эти… Конечно, социальные какие-то… Они, может быть, и не уедут, да, на самом деле. Да, поддержка социальная. Очень важно, да, для меня очень важно как-то, вот, наверное, быть голосом, скажем, молодых семей, молодёжи, да, тоже, которые… Вот мы даже проводим какие-то опросы, да, вместе с нашей у нас есть тоже такая молодёжная, как бы, мы в рамках нашей партии, да, год с Калпу от Рига, и мы сделали явный год с Калпу от Рига, да, то есть, действительно, это вот молодые люди, да, которые вот тоже участвуют в партии, и мы создали как бы свою молодую, так скажем, коалицию, да, где мы действительно делаем разные личные социальные опросы тоже, да, на улицах, да, и вообще у друзей узнаём, какие у них проблемы, что бы они хотели изменить в городе, да, с какими проблемами они сталкиваются, да, что бы они хотели, как бы они сами хотели повлиять, то есть у всех есть реальная возможность быть услышанными, и это очень важно, мне кажется, да. Мне очень кажется важным то, что, да, мы именно должны прислушиваться к массе, к людям, которые здесь живут, да, не от себя что-то придумывать, да, там, кто что, во что гораст, да, именно прислушиваться к жителям города Риги, да, всех возрастов, и какие у них нужны, какие у них проблемы, это очень важно, это очень важно. Да, ну а мы в завершении, вот уже, наверное, так, традиция, мы это делали уже в прошлый раз. А можно сегодня ещё в завершении, у меня сегодня моей бабушке любимой, 75 лет, можно я поздравлю? Конечно. И что может быть ещё более любимой, чем бабушка? Да, моя любимая бабушка, бабулечка, поздравляю тебя с твоим юбилеем, будь здорова, молода, также бодра, и вдохновляй меня, наверное, вот, давай мне такой пример, как, вот, заражай меня своим позитивом, своим звонким голосом, как всегда ты мне звонишь, и это, конечно, очень важно, вот, именно сохранять вот этот вот... На самом деле вот бабушки, это те, которые воспитывают, да, вот детей рядом с родителями, а иногда даже... Очень важно, бабушка меня воспитывала много, и в детстве, и сейчас, мы каждый день созваниваемся, я тебя очень люблю, бабулечка, с праздником, да, тебя, и также всех юбиляров, кто сегодня празднует день рождения или день имени, поздравляем вас и хорошего, прекрасного дня. И музыкальный подарок. Музыкальный подарок, песня сама написала я тоже, это на английском песня, и знаете, смысл такой, что она называется «I'm alive», да, ведь самое важное, как показало последнее время, что это быть вообще живым, да, а всё остальное приложится, да, главное, что мы живы. Вот это самое главное. И а всё остальное, да, уже как бы... На фоне пандемии ты это отчётливо понимаешь, что это самое главное. Всё остальное, это как бы так, наносное. Всё наносное, наносное, так что улыбайтесь, друзья, улыбайтесь, радуйтесь этому солнцу, этому прекрасному миру и прекрасной музыке, хорошего, прекрасного всем дня, и удачи во всех ваших делах сегодня и всегда.